Открытие мемориальной доски на здании Ульяновского колледжа культуры и искусства, доме, когда-то принадлежавшем копцу первой гильдии Фёдору Васильевичу Красникову, стало одним из примечательных моментов неофициальной части визита президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Как признался Александр Николаевич, по линии супруги его дети и внуки являются прямыми потомками Красникова. Мне давно хотелось приехать и привезти даже и дочку с сыном, и внуков, у которых у меня пять, чтобы они видели историю семьи, которой сейчас мы немного стали заниматься, стали, как говорится, интересоваться, в том числе не только по рассказам, как говорится, членов семьи, а по письменным источникам, архивным источникам. Руководитель ведущего бизнес-объединения страны сказал, что заинтересован в том, чтобы имидж российского предпринимательства был схож с дореволюционным. Конечно, главное – это не только ведение бизнеса ради прибыли. Для российского купечества и предпринимательства, и не только старообрядческого, но и всего, главенствовал принцип «честь выше прибыли». И поэтому много было проектов, благотворительных проектов, связанных с обустройством среды обитания. И хотелось бы, чтобы эти традиции, они не только, мы их вспоминали, но чтобы они воплотились в жизнь, в деятельности российского предпринимательства. Руководитель регионального центра «Мой бизнес», председатель регионального отделения «Опоры России» Руслан Ганеддинов вручил на память Александру Шохину книгу «Симбирск купеческий» о жизнедеятельности наших предпринимателей 17-20 веков. Кроме того, Александр Шохин посетил дом музея Ленина, что является неотъемлемой частью визита всех высокопоставленных лиц. Александр Николаевич, который никогда не был в этом музее, с особенным вниманием слушал экскурсовода, в роли которого выступил старший научный сотрудник Ленинского мемориала Валерий Александрович Перфилов и задавал интересующие его вопросы. По традиции музея Александр Николаевич оставил отзыв в книге отзывов. А здесь жизнь не вождя, здесь жизнь семьи, представители интеллигенции в провинциальном городе. Но выясняется, что эта провинция – это, знаете, такой генератор гениев и талантов, которые потом покорили не только Россию, но и весь мир. И, безусловно, вот эта точка кипения, как иногда сейчас говорят, вот она вот здесь точка кипения была. Александр Николаевич добавил, что много знает о Владимире Ильиче Ульянове Ленине. У него дома стояли 55 томов его сочинений. А в своей кандидатской работе он цитировал строки из книг Ленина.